В этом году, так же как и в прошлом, перед Пасхой я подготовила для вас рецепт на случай, если у вас останется много уже сваренных яиц и вы не будете знать, что с ними делать. В этом году мы приготовим с вами яйца в соевом соусе. Вы можете использовать уже отварные вкрутую яйца или же сварить их со мной вместе. Куриные яйца 5-8 штук, всех остальных ингредиентов и пропорций хватит на то и на то количество. Яйца нужно отварить вкрутую, так как я это сказала, я покажу вам, как это делаю я. Соль добавляю, 1 чайную ложку воду, так чтобы она покрывала все имеющиеся яйца и уксус, совершенно абсолютно любой, 1 столовую ложку. Уксус это опционально, можно не добавлять, я это делаю для того, чтобы легче было снять скорлупу. Мы доводим яйца до кипения, сделать это можно на сильном огне и затем, когда закипит, уменьшаем огонь до среднего и варим где-то около 20 минут. При этом я помешиваю яйца постоянно в одном направлении, так можно быть уверена в том, что желток будет ровно посередине. Сваренные яйца мы остужаем в холодной воде, когда вода возьмет на себя первый жар, можно ее слить и поменять снова на другую. Когда яйца остынут, мы их должны почистить от скорлупы, это делаю так, ударяю яйцо, катаю его и затем окунаю его обратно в воду и снимаю скорлупу с яйца, когда оно полностью погружено в воде, так оно, скорлупа легче, быстрее отходит и вы получаете чистое яйцо без крошек скорлупы на нем. После этого почищенные яйца, отваренные вкрутую, мы складываем в кастрюлю, в которую будем дальше их готовить. Лучше берите кастрюльку диаметром поменьше. Вода 300 мл, заливаем. Если яйца будут полностью погружены в воду и соевый соус, то тогда будет легче, а так просто придется их все время помешивать, если они не полностью погружены в воду. И сначала закладываем ингредиенты сладости и солености, а именно сахар, мед или сироп, по вашему выбору 2 столовые ложки. Если у вас коричневый сахар, то яйца получат более насыщенный цвет, что лучше, но у меня белый. В соевый соус мы добавляем 5 столовых ложек, можете использовать любой соевый соус, это может быть светлый или темный соевый соус, какой у вас получится купить. Ставим яйца на огонь и доводим их до кипения. Сделать это можно на сильном огне и затем, когда закипят, мы уменьшаем огонь до среднего и варим их 10 минут. Так как я и говорила, если яйца не полностью погружены в воду с соевым соусом, то их периодически придется помешивать. После течения 10 минут мы добавляем черный молотый перец, 1 четвертую чайной ложки. И помешиваем один раз для того, чтобы распределить черный молотый перец. И затем также добавляем чеснок, 1 головку. Но в данном случае, если вы получите даже 2 головки чеснока, будет очень хорошо, потому что чеснок тоже является частью этого блюда. Если вы его любите, то положите побольше. Далее мы варим на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая, если ваши яйца не целиком погружены в воду с соевым соусом. Но важно даже не время. Когда вода почти уйдет и яйца поменяют свой цвет на такой насильно коричневый, тогда мы добавляем с вами кунжутное масло, 2 столовые ложки. Добавив кунжутное масло, мы хорошо помешиваем, где-то полминуты мы еще держим на среднем огне, затем выключаем огонь, снимаем с огня и подаем яйца к столу. Их можно подать целиком или же разрезать напополам или на дольки, как вам нравится. При подаче к столу можно посыпать их обжаренными кунжутными семенами. Понадобится буквально щепотка. Кстати, перепелиные яйца тоже можно так готовить. Соус, который останется у вас от варки, его можно использовать при приготовлении пищи, как обогащенный вкусом. Яйца можно есть как горячие, так и холодные и хранить в холодильнике в течение 3 дней. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз придет способ приготовления и ингредиенты. Продолжение следует...